Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер! Меня зовут Любовь Егорова, я модельер. И представляю на неделе «Мода в Москве» конкурс «Русский силуэт» со своей коллекцией «Авангард. Революция в искусстве». Любовь, расскажите, пожалуйста, что для вас мода, стиль? Ну, мне кажется, это просто счастье, такое понятие «дольчевита», потому что люди, которые любят жизнь, они любят моду. А как вы пришли вообще к моде, что вас подтолкнуло и когда? В детстве мы все любим прекрасное, девочки очень любят наряжаться. У меня это осталось со мной навсегда, только мне нравится еще придумывать для себя какие-то удивительные вещи. На вас такое шикарное платье или костюм. Скажите, пожалуйста, вы сами придумали этот образ и что вас вдохновило на создание такого великолепного костюма? Это костюм из коллекции «Солярис», костюм на 2020 год. Коллекция посвящена фантастическому произведению Станислава Лема «Солярис». И это произведение меня всегда вдохновляет, всегда открывает какие-то новые горизонты. И для меня космос ассоциируется именно с какими-то яркими чистыми цветами, конечно, со звездами. Да, прекрасное, яркое. Глядя на вас, сразу поднимается настроение. Скажите, пожалуйста, чего ожидаете от недели моды и прошел ли у вас уже показ и как он прошел, довольны ли вы результатом? Наш показ сейчас будет, через какое-то время. А неделя моды – это такой праздник, который мы все сегодня посетили и, я надеюсь, получили положительные эмоции. Ага, Любовь, еще вопрос вот такой. Скажите, сколько времени создается ваша коллекция? Неделю, год, месяц? Коллекция, как и всякое творческое произведение, не может быть в каких-то рамках. Иногда бывает за неделю, иногда за месяц. Если это не на заказ, а творческое какое-то вдохновение художника, то по-разному. Но, конечно, если вы делаете коллекцию к какому-то определенному сроку, вдохновение приходится подталкивать. Ага, вопрос еще вот такой. Скажите, а где отшивается ваша коллекция? Я работаю со своей швеей, мы шьем вместе. То есть вы вдвоем совместно работаете, да? А много ручной работы у вас? Ну, здесь все практически ручная работа. Каждый миллиметр – это кропотливый ручной труд. Вот такое интересное название «Русский силуэт». Откуда к вам пришло это название? И есть ли там элементы именно русской истории, возможно, какой-то? Или с чем это связано? Расскажите, пожалуйста. «Русский силуэт» – это благотворительный конкурс Татьяны Михалковой. И конкурс был учрежден, чтобы помочь молодым дизайнерам страны, именно русским дизайнерам, воплощать свои творческие мечты. И поэтому мы, конечно, все очень рады участвовать в этом конкурсе. И потом конкурс нам оказывает поддержку. Вот сегодня мы представляем его на «Неделе моды в Москве». Это благодаря конкурсу. Здорово. Любовь, скажите, а на каких площадках вы еще выступаете? Ну, я очень много устраиваю показы. Вот у меня сейчас был проект совместно с РЖД «Поезд на пленэр». В рамках этого проекта показывалась моя коллекция. Ага, еще такой вопрос. Скажите, а есть ли в планах покорять за границу с вашей коллекцией «Русский силуэт»? У меня коллекция «Солярис». Вот. Ну, мы всегда рады новым горизонтом. Потому что я считаю, если художник творит сам для себя, он, ну, неинтересен. Художник должен все-таки работать для всех, а сейчас очень космополитичное время. И мы можем свою работу, свое творчество демонстрировать всему миру. Почему бы нет? Как вы считаете, какими качествами должен, чертами характера должен обладать дизайнер? Ну, дизайнер должен быть, конечно же, оптимист и очень любить людей, потому что он творит для людей. У вас только взрослые модели или есть и детские показы? Ну, я пока не работала с детишками, но я думаю, что, в общем-то, дети – это еще одна интересная страничка. Очень не случайно, что многие западные модельеры и наши в последнее время делают прекрасные детские коллекции. Я вас благодарю. Спасибо вам огромное. Желаю вам успехов и процветания в вашем творчестве. Спасибо вам. Спасибо вам. Рада.